Привет, друзья! Сегодняшнее видео посвящено будет Linux. И в этом видео мы разберем с вами такой метод установки Linux, как NetInstall. То есть, Linux можно установить по сети, не обязательно иметь полностью дистрибутив, то есть, нужно иметь небольшой загрузчик, и таким образом можно установить последнюю версию Linux, возможно, мы посмотрим. И мы с вами сегодня установим Ubuntu, но только не 19.04, а 19.10. Ну что ж, поехали! Вообще, идею для этого видео предложил один мой подписчик Дмитрий. Большое ему спасибо за эту идею, вот мы сейчас ее попытаемся притворить в жизни, реализовать. Так что, если кому-то что-то хочется посмотреть, вы можете тоже попросить меня в комментариях, и я, если у меня такие возможности есть, попытаюсь снять по этому поводу видео. Ну, я имею в виду в границах там Linux, программирование, там Java и что-то еще техническое. Итак, значит, что мы сейчас с вами сделаем? Мы, прежде всего, постараемся скачать образ, с которого мы загрузимся для того, чтобы установить Linux по сети, то есть Ubuntu по сети. У меня тут есть ссылочки такие, и чтобы не ходить там, не искать по интернету, то есть я в описании, соответственно, их представлю. И здесь есть ссылки для скачивания образа Ubuntu 18.04 и 19.04. Но 18.04 нам неинтересно, я просто эту ссылку показываю. Почему? Потому что, ну, вроде бы как, это официальная ссылка для скачивания вот этих вот стартовых образов маленьких. Но, тем не менее, там почему-то последней версии Ubuntu нет. А, видите, тут уже вот даже так. Хорошо. Тогда мы с вами переходим к другой ссылочке. Я надеюсь, что здесь вот что-то есть. Вообще странно. Конечно. Ошибка 500. Ну-ка, попробуем-ка мы еще разочек. Ожидание. Вот, похоже, там какие-то технические проблемы. Ладно. Перейдем к ссылке, откуда мы, в общем-то, будем скачивать сам образ. Да, тут все нормально. Я повторюсь, что ссылочки будут в описании. И здесь мы видим Ubuntu 19.10, то есть последние. На предыдущей ссылочке, ну, когда было все нормально, да, там не было этого образа. Не знаю, может быть, они добавят, может нет. Сейчас вообще сервер там лежит, походу. Итак, у нас с вами... Нам с вами предлагают выбрать архитектуру. Ну, у нас Netboot. Images are available for the following architectures. AMD64, Intel 386, ARM. ARM нам не нужна. И Intel 386 нам тоже не нужна. Ну, 32-битная система, да. Мы скачиваем из AMD64 по пути. И вот нам открывается вот такой вот списочек файлов. Я так полагаю, что вот в комментарии как раз вот Дмитрий писал о... Именно об этом, что, ну, как бы пересылается на файловый сервер. Он там FTP-сервер сказал. Ну, на самом деле, да, действительно. То есть у нас просто настроен по умолчанию Apache, да, то есть и просто он выводит нам все файлы из директории. Но нас с вами, как вы уже, наверное, догадываетесь, интересует всего один файлик. То есть вот этот вот mini-ISO. Либо, либо, по-моему, можно скачать вот этот Netboot Tart.gz, да. То есть это Gzip-архив, в котором, по-моему, зажат тот же самый mini-ISO. Вот мы его скачиваем. Он маленький, достаточно там 73 мегабайта. Я думаю, что он сохранится достаточно быстро. Ну вот. Действительно, все есть. Так. Со скачиванием файлов разобрались. Ссылочки будут в описании. Сейчас мы перенесем наш файлик из загрузок в дистрибутив. Так. Вот он. Мою папочку, любимую, distrip. Вот пусть она здесь стоит. Этот файлик, вернее. Так. И теперь нам с вами необходимо создать виртуальную машину. На которой мы будем, собственно, это все тестировать. Да, еще до того, чтобы тестировать на железе, я не дорос. Вот никак не куплю плату захвата HDMI. И поэтому мы будем с вами делать это все на виртуалке. Так. Значит, прежде всего, еще что хочу сказать. На самом деле, этот файл, вот он, mini.iso, да. Мы можем записать его на флешку, то есть делать загрузочную флешку. Ну, то же самое. То же самое. То есть открываем создать загрузочный диск, да, утилиту создания загрузочного диска. И выбираем этот самый файлик. Ну, я просто сейчас технически показываю. Мы на самом деле не будем делать флешку загрузочную. Я так полагаю, что она... На, вот, все, да, то есть он есть, да, то есть остается только вставить флешку, да, и сделать загрузочную флешку. Но, хочу обратить внимание, что у него очень маленький объем. Ну, по большому счету, если есть флешка порядка, там, порядка гигабайта, да, да, гигабайта, то, ну, я думаю, что проще целиком дистрибутив скачать, то есть Ubuntu, да, и на эту флешку, собственно, сделать ее загрузочной, да, с целого дистрибутива. Хотя, хотя, ну, я не знаю, это уже дело вкуса, скажем так. Дело в том, что я даже не знаю, вот, какой носитель приспособить такой-то маленький, уже таких носителей-то и нет. Может быть, какая-то старая флешечка, там, 76,5 мегабайт, да, то есть это, не знаю. Или, возможно, какой-нибудь обычный CD, обычный диск, да, там, 650 мегабайт, там, 700 мегабайт, вот туда это записать. Или вообще, там, какой-нибудь мини-диск. Но, не важно. В общем, не знаю, ну, наверное, какие-то бывают случаи, когда вот какой-то маленький носитель, да, и его вот можно использовать для того, чтобы устанавливать все по сети. Ну, и еще говорят, что когда ставишь по сети, ну, мы проверим сегодня это дело, да, то, что ставится последняя версия, то есть все последние обновления. Мы это проверим. Итак, создаем виртуальную машину VirtualBox. Создать. Так. Укажите типы, названия. Ну, Ubuntu. Ubuntu. Давайте. NetInst. Да, NetInstall. Ну, так у нас будет он называться. Ну, сразу он Linux, Ubuntu 64 бита. Все, что нам нужно. Далее. Ну, памяти мы дадим 2.0.48. Хотя, конечно, это уже маловато, я бы сказал, для Ubuntu. Для дистрибутива, обычного, классического дистрибутива. Но мы тестируем так, что нам особо-то не нужно сейчас там ресурсов давать ему. Так, создать виртуальный жесткий диск. Да, создаем. По умолчанию. Динамический пусть будет. Да, пусть будет 10 гигабайт. Потому что мы, собственно говоря, особо ничего ставить не будем на нее. Создать. Есть. Входим в настройки. Так, смотрим, что бы мы хотели изменить. Да, значит, видеопамять. Сразу хочу сказать, 3D ускорение лучше не включать. Пока. А потом можно попробовать аккуратненько. А память ставим мы на полную. 128 мегабайт. Так будет вроде бы как побыстрее работать. Далее. Носители. Вот наш диск. И подключаем образ. Подключаем образ. Так. Тут уже кучу пробовал подключить. Но непонятно с какой каталога, с какой папки. Вот. Все. Мини-ИСО. Итак. Диск в дисководе. Так, еще разочек по настройкам. Аудио включено. Сеть по умолчанию. NAT. Кстати говоря, я не случайно здесь держу открытый H-TOP. Это за тем, чтобы возможно немножечко дать ему приоритета. То есть вот именно этой виртуальной машине, процессом виртуальной машины. Потому что я пробовал когда ставить, в общем-то, когда идет нагрузка в виде съемки, то сеть работает порой очень медленно. Поэтому, ну вот, возможно, потребуется это. Вот я уже сейчас вижу, что что-то как-то с нагрузкой перебор. Итак, я разобрался с проблемами загрузки процессора. Да, она сейчас стала поменьше, как видно. Но сейчас будем смотреть, как это все будет дальше работать. Итак, продолжим. Запускаем нашу виртуальную машину. И загружаем образ. Итак, у нас вот такой вот загрузчик. Ну вот мы видим меню загрузчика. Я сделал на весь экран, так лучше будет видно. Смотрим. Значит, у него есть такие опции. Это install. Ну, в Ubuntu сразу, как правило, все очень просто. Поэтому, нажимая на install, да, мы, соответственно, начнем сразу же процедуру установки. Я сразу скажу, что она достаточно простая. У нас есть advanced options, то есть расширенные опции. Ну, вот можно зайти посмотреть. Expert install, да, то есть command line, expert install и rescue mode. Да, то есть мы с помощью этого, давава ко всему загрузчикам, можем запустить режим восстановления. Ну, это позволит нам подмонтировать раздел, посмотреть там, что случилось, что-то поменять. Да, то есть это полезный, скажем, полезный образ вот этот вот мини-ISO. Хорошо, эксперт install мы не будем, command line тоже не будем. Идем назад. Назад. Command line install нам тоже с командной строки. Ну, я думаю, что мы замучимся. Ставить помощь нам, наверное, не нужно. Итак, install. Первое, что нам предлагают выбрать, еще пока на английском, choose the language to be used for the installation process. Да, то есть для... Нам нужно выбрать язык, который будет использоваться в процессе инсталляции. И он еще станет языком по умолчанию. Давайте выберем русские люди, да, мы выберем русский. Выбрали. Российская Федерация. Местоположение наше. То есть вот теперь уже по-русски запрашивают у нас местоположение. Российская Федерация. Дальше. Настройка клавиатуры. Вы хотите попробовать вашу клавиатуру, то есть чтобы машина сама поняла, какая у вас клавиатура, если вы там понажимаете кнопки какие-то, да. Если вы это не хотите, то нам это не нужно. Мы не хотим, чтобы система определила у нас клавиатуру. Мы выберем русскую клавиатуру, самую обычную. И здесь он нас спрашивает переключатель языков, какой у нас будет между раскладками. Ну, я ставлю Alt Shift, потому что к этому привык. И вот он у нас пытается обнаружить сеть, получить IP адрес, получение настройок под DHCP. И вот он у нас уже готов, собственно говоря, к дальнейшим настройкам для установки. Так, имя компьютера. Ну, давайте будем то же самое. Ubuntu. net.inst. Пусть будет так. Продолжим. Итак, выберите зеркало архива Ubuntu. Пожалуйста, Российская Федерация нам вполне. ru.arhiv.ubuntu.com.da Выбираем. Если вам необходимо использовать HTTP proxy для доступа к внешнему миру, нам не нужно HTTP proxy, так что нажимаем Enter спокойно. Вот у нас грузят дополнительные компоненты. Итак, вводим полное имя нового пользователя, под которым мы будем заходить. Давайте это будет teachuser, как у меня обычно. Так. Теперь имя учетной записи. реальные имя учетной записи. Ну, teachusr. Я обычно делаю. Так. Введите пароль для нового пользователя. Самый простой. QVE123. Пойдет. Мы же не будем серьезно работать на этой системе. Только для теста делаем. Поэтому будет такой простенький пароль. QVE123. Так. Введенный вами пароль состоит менее чем из восьми символов. Поэтому он является слабым. Ну, что ж. Использовать слабый пароль? Конечно. Так. Получает время. Сервера времени. Ладно. Будем смотреть, что будет дальше. Ага. Настройка времени. Based on your present physical location, your time zone is Europe, Moscow. То есть, да, зона временная Европа, Москва. Все корректно. Разметка дисков. Значит, он у нас может разметить весь диск автоматически. Ну, что, собственно, что нам и нужно. Ну, или настроить там с шифрованием или без... или там хитро разбить его. Да, давайте мы сделаем все авто. Пусть, соответственно, весь диск у нас использует. Да, диск этот. Так. Изменения будут записаны. Отлично. Да, кстати, здесь нужно поставить да. По умолчанию нет. Ставим да. И вот пошло получение пакетов по сети. Пошла установка базовой системы. Ну, ждем. Поехали. Итак, он нас спрашивает, хотим ли мы установить автоматическое обновление безопасности, да? Ну, мы устанавливаем для теста, да, поэтому мы обновлять будем, если что, то вручную. Давайте без автоматического обновления. Так, минуточку. А теперь самое интересное. Нам предлагается выбрать, какой набор программ мы установим на нашу машину, на нашу Ubuntu 19.10, да? Так, смотрим, что у нас здесь есть. Всякие сервера нам точно не нужны. Мы можем установить Kubuntu Desktop, то есть это, я так полагаю, KDE, причем полностью Kubuntu полную версию, да? Lubuntu. Ну, в общем-то, все разновидности семейства Ubuntu мы можем отсюда, наверное, поставить. Так, Ubuntu Desktop. Минимальный Desktop. Mate. Кстати говоря, Desktop можем поставить Ubuntu Studio. Это, я так полагаю, что для программирования, что ли? В общем, можно тут кое-что выбрать. Выбрать наборы программного обеспечения. Мы с вами выберем Ubuntu Desktop. Так, когда мы переместили курсор, мы обязательно должны нажать клавишу пробел, потому что я уже ошибался таким образом, да, и ставил голую систему. И после этого мы нажимаем на Enter. Кстати говоря, мне пришлось повысить приоритет. Да, с повышенным приоритетом стало загружаться побыстрее. Итак, ждем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Итак, у нас наша система спрашивает ставить загрузчик групп, ну, с которого начинается загрузка Linux в Master Boot Sector. Но так как у нас других операционных систем нет, мы, естественно, не паримся, ставим в Master Boot Record. Так, системные часы обычно показывают универсальное координированное время UTC. Системные часы показывают UTC. Да, у нас системные часы в VirtualBox показывают UTC. Так что делаем «Да». Установка завершена. Ну, все. Собственно говоря, установка у нас завершилась. Да, и это заняло где-то порядка, ну, наверное, около получаса. Это, я думаю, что гораздо быстрее могло бы поставиться, да. Здесь, естественно, тормозил ОБС, которым я снимаю, соответственно, весь процесс. И еще я заметил, что есть разница. Иногда бывает загружен сервер, с которого, собственно, идут пакеты. Поэтому не так быстро это все качается. Ну, я бы сказал, что у нас сегодня не самая медленная установка получилась. Я пробовал просто уже ставить два раза, и у меня один раз было еще медленнее. Итак, что ж, перезагружаем, продолжить. Так, нам нужно изъять обязательно из привода диск. Не знаю, обязательно или нет, но мы его извлечем. Да, желаю я извлечь. Так, все, продолжить. Итак, не сказать, что очень быстро, но у нас все загрузилось. Выбираем нашего teach-юзера, вводим пароль. QVE-1.2.3. Стандарт. И входим. Ну вот стандартный десктоп. Убунтовский. Так, это мы все пропускаем. Помогите улучшить. Не надо. Конфиденциальность. Ничего нам не нужно. Все готово к работе. Отлично. Да. Конечно, интересное изображение кого-то, какого-то зверя. Кружочки. Такое символическое. Ну, раз от раза все страннее, скажем так. Ага. Значки у нас немножко выглядят по-другому, как обычно. Так, показать приложение. Думает, думает. Во. Все есть. Понятное дело, что работает медленно. Почему? Потому что у нас не стоят драйвера. Виртуал боксовские. Сейчас мы даже попробуем открыть какую-нибудь папочку. 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 Так, так, так. Ага. Папочка у нас есть. Есть. Бегает она. Ну, как-то бегает. Ладно, хорошо. Поставим драйвера, потому что так невозможно без них работать. Хоть на полный экран разверну. Итак. Машина. Да. Так, так, так. Подключить. Носитель. Итак, носитель у нас есть. Да, запускаем. Вот он требует у нас авторизацию нашу. QV-E 123. Подтверждаем. Что он, вторую, что ли, открыл? Да. Второе окошко открыл. Итак, вот он что-то установил нам. Ну, драйвера, естественно. Да, то, что здесь он говорит посмотреть влог. Да, что-то пошло не так. Но это я так полагаю, что это просто он пытался запустить драйвера в 3D. Ну, может быть, какие-то там ошибки. Но на самом деле, по-моему, все нормально. Так, нажимаем Enter и перезагружаем. Нашу машину. Виртуальную. Перезагрузить. Ждем. Вот это что-то новенькое. Я имею в виду сдвинутую сторону куда-то непонятно куда. Надпись. Итак, у нас все загрузилось. Опять входим в систему. Сейчас будем проверять, установились ли драйвера или нет. Делаем ставки. По крайней мере, у нас рабочий стол появился. Попробуем мы его расширить и посмотрим, что произойдет. Если драйвера установились, то, естественно, у нас драйвер VirtualBox подгонит рабочий стол под окном. Ну, вот все. Вуаля. Готово дело. То есть драйвера стоят. Отлично. Так, стало все побыстрее, естественно, и поинтереснее. Ну, по большому счету, мы с вами установки по сети добились. Единственное, что хотелось бы проверить, посмотреть сейчас, это есть ли обновление или нет. Я не думаю, что сейчас за такое время, если там все последние пакеты. Да, кстати говоря, чтобы не искать терминал, теперь это можно сделать, по-моему, по правому клику мышки. Вот, открыть в терминале. То есть открыть терминал, я так полагаю. Да, вот. Посмотрим, есть ли там какие-нибудь обновления. То есть обманули нас или нет. В смысле, когда кто-то сказал, что ставятся по сети все последние пакеты. Так, так, так. Сделаем лучше вот таким вот образом, чтобы сто раз судо не набирать. Кувы Е1, 2, 3. Ага. Ну, посмотрим. Так, попробуем заобхредить. Итак, я скажу, что все нормально. То есть тот, кто сказал, что, я уже не помню кто, правда, что ставятся последние пакеты, да, не соврал. Действительно, обновлений никаких нет. И поэтому, ну, возможно, стоит ставить, устанавливать Ubuntu вот так вот по сети. По крайней мере, экономится время потом на апдейт вот этих вот пакетов, которые, программное обеспечение, которые ставятся с дистрибутивом. Если брать вот полный дистрибутив Ubuntu. Ну, вот так просто, собственно, поставить Ubuntu по сети. И, я бы сказал, достаточно быстро и достаточно удобно. Ну, все в стиле Ubuntu, чтобы особо сильно, грубо говоря, не геморроиться. Итак, мы задачу свою выполнили. Посему будем этот видеоролик завершать. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки обязательно. Пишите в комментарии то, что вы думаете об этом видео, об этой установке. И пишите, пожалуйста, что бы вы хотели видеть в следующих роликах по Linux. По Linux, да? Правильнее так. А сейчас я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока.